Друзья, всем привет! Я с новостями о самом ожидаемом космическом кинопроекте. Ровно один год назад, 5 октября, человечество стало свидетелем уникального пуска. С космодрома Байконур впервые в истории стартовала ракета с киноэкипажем. Актриса, режиссер и профессиональный космонавт Роскосмоса приняли вызов и отправились на Международную космическую станцию, чтобы первыми в мире снять художественный фильм на орбите нашей планеты. Мы тут круглосутками снимаем, и сейчас свет уходит, давайте быстрее. Тогда, в октябре, в космосе удалось снять даже больше запланированного, а уже летом киногруппа приступила к съемкам наземной части фильма. Годовщина стартов в космос киноэкипажа совпала с окончанием съемочного периода уникального совместного проекта Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow Black & White — фильма «Вызов». И прямо сейчас мы расскажем, как это было, когда ждать готовую картину в прокате, а главное, где же все-таки проще снимать кино — в космосе или на Земле. Камера, мотор, вызов. Первый раз я здесь, в этом месте, откуда стартуют эти корабли. Потрясающе. Приготовились к съемке, друзья. Потрясающе. Я пошел. В драматургии есть так называемая кольцевая композиция, когда история заканчивается там, где она начиналась. «Внимание! Ирина, живи! Вид поеду!» Спустя год главные герои проекта вернулись на космодром Байконур. Снять несколько сцен, которые из-за предстартовой подготовки и карантина невозможно было отработать в октябре перед пуском. «Мне здесь все настолько остро, настолько ответственно, что, конечно, группы кинематографистов могли бы вызывать только раздражение. Но, слава богу, мы нашли понимание, потому что задача этой картины, конечно, еще раз рассказать о космосе, о тех людях, которые им занимаются». «Приготовились к съемке, камера на торт!» Вновь надеть космический скафандр, оказаться перед ракетой, да и просто снова увидеть легендарных байконурских верблюдов по пути на стартовую площадку для киногруппы оказалось довольно волнительно. Я же был на байконуре и до полета. А сейчас это место уже с ним связано. Много эмоций, волнения, предвкушения, ожидания. «Люблю! Люблю!» Байконур какой-то он стал, как будто бы уже невозможно сюда не приезжать. Что-то здесь такое, часть души какой-то здесь оставлена. «Ну, мы сфотографировались со всеми, кто здесь находится. Это я вам скажу точно. И это очень приятно. Видите, вот через год нас встречают, и опять мы как друзья». «Сейчас съемочный процесс занимает все мои мысли. Ну и, конечно же, есть момент такой ностальгии. Так и хочется опять подойти к этой ракете, залезть внутрь и улететь в космос». «Хм... чудо!» «С космическими съемками Земли, конечно, не сравняться». «Приготовились и начали!» Посмотрев «Вызов», у вас будет возможность не только насладиться перипетиями сценария или видами нашей планеты из космоса. Вы окажетесь в реальных, уникальных локациях ракетно-космической отрасли и своими глазами увидите, например, где и как готовят космонавтов для полетов на орбиту. «Приготовились и начали!» Съемки проходили и в самом ЦПК, в залах с тренажерами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей «Союз». «Внимание, камера, мотор!» «И начали!» В комплексах гидролаборатории и центрифугии. «90А-1-1-2» «Атмосфера петлярка включена!» А также в специально созданных декорациях Центра управления полетами и Национального космического центра. «Как дышится?» «Ергения Владимировна, все в порядке?» Мой вам совет – обращайте внимание на все, что увидите в кадре будущего фильма. Большинство актеров массовых сцен на самом деле реальные сотрудники отрасли. «День фронал, 34 года, 27 года». А реквизит в большей его части – это экспонаты музеев предприятий Роскосмоса и даже подлинные элементы космической техники и экипировки космонавтов. «А в эту сторону?» «Да». «Все-таки у нас не было задачи снимать документальное кино. У режиссера всегда есть свое художественное видение всего этого. Но, наверное, многие вещи будут достаточно подробными и точными. А какие-то не будут точными. И это сделано специально, а не потому, что мы этого не знаем. Потому что нам это нужно было для художественного эффекта». В съемочном процессе и в космосе, и на Земле активное участие принимали и наши космонавты. «Десять. Работу». После завершения периода адаптации к продолжению создания картины на Земле присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров. «Слышь, 19, 4». «Внимание, и начали». У каждого из них за спиной по три или даже больше выходов в открытый космос. «Остановил». Но такого опыта, пожалуй, не было еще ни у кого. «Вначале по сюжету фильма у меня была какая-то маленькая роль на заднем плане. Со временем, когда фильм снимался, мой образ обрастал просто космонавт. Потом я стал космонавт Антон, потом космонавт Антон Шкаплеров. Так что, в принципе, хороший опыт». «Стоп!» «Ну, во-первых, столько раз в свою жизнь не подходил к ракете, как сегодня, записывая очередные дубли. Я человек военный, поэтому мне не тяжело». «У нас такая крутая команда, будет жалко с ней расставаться. В том числе и с ребятами-космонавтами, с Антоном Шкаплером, с Олегом Новицким, с Петей Дубровым. Мы столько времени провели вместе и пережили что-то такое совершенно особенное». «Стоп!» «Был стоп!» Раскрывать все секреты не могу, но еще одну деталь упомяну. Съемочная группа «Роскосмос ТВ» тоже приняла участие в создании одной из сцен на аэродроме Чкаловский. Играли мы самих себя, группу журналистов. Кинематографический опыт нам понравился. Так что, до встречи в фильме. Там все очень реально. «Внимание!» «Дженер Мотор!» «Ну, конечно, это история про простую женщину, простого человека, которая не мечтала о космосе, и космос к ней пришел в жизнь. Неожиданно. Отчасти как и к Юле. Ну, как и ко мне, наверное, тоже». «Москва Байконур, МКС Москва», «Клим Шипенко», «Картина Вызов, 22-й год». Самая сложная работа позади. Съемочный период официально завершен, но впереди у киногруппы не менее ответственный этап постпродакшена. Выход фильма в кинопрокат планируется уже совсем скоро, 12 апреля следующего года. Но фильм — лишь часть масштабного проекта, результаты которого «Роскосмос» уже успешно применяет в своей работе. Напомню, во время вызова была отработана новая технология оперативной подготовки к космическому полету для непрофессионалов и системы управления космическим кораблем одним космонавтом. Создан цикл научно-популярных передач, которые впервые для зрителя раскрывают в деталях все этапы отбора и специальной подготовки покорителей космического пространства. А также рассказывает о по-настоящему космических людях, специалистах нашей отрасли, врачах, инструкторах, инженерах предприятий, сотрудников служб спасения космонавтов и многих-многих других. Вызов будет хорошим кино? Вызов будет кино, которое посмотрят все. Так что набираемся терпения и готовимся встречать следующий день космонавтики по-особенному. До связи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова